Гармоническое сочетание смешанного хора, ансамбля ударных инструментов и чтецов. В Республиканском театре 3 июня поставят симфонию действа «Перезвоны» по прочтению Василия Шукшина. Представление складывается из самых разных номеров, массовых сцен, монологов главного героя и колоритных зарисовок народной жизни. Евгения поет в ансамбле «Таврия» уже 15 лет. Особенно ей нравятся номера, связанные с народным творчеством. Именно поэтому участие в премьере «Перезвоны» для нее событие долгожданное. Паркетуры, поем и акапельно, где-то вступает, естественно, группа ударных инструментов. И всем необходимо, естественно, работать с дирижером. Это главный человек. Это действительно очень сложно. Нужно очень много репетиций, тренировок. Естественно, без подготовки, без музыкального образования не подобраться к такому грандиозному полотну. Тематика этой хоровой симфонии после возвращения Крыма на родину актуальна как никогда. В ней можно проследить развитие характера русского человека. Уникальные черты, которые как красят, так и обременяют его. Те ноты темперамента, которые выделяют нас среди прочих национальностей. Именно Шукшин показал эту русскую душу так, как никто. Потому что вот именно бунтаря, потому что против всего, он может пойти против всего. Все, что происходит у нас, это достопустимо русскому человеку, который не боясь. Знаете, как вот берешь и идешь в атаку, и не думаешь о том, что будет за тобой надо или не надо. Рассчитать, не рассчитать, выгодно, невыгодно. Вы идете, потому что душа завет. В выступлении примет участие хор из 30 человек. Ударный оркестр и щетец народной артист Украины Анатолий Бондаренко. Равнодушным никто не останется. Ведь в симфонии комбинируются не только музыкальные номера, но и хореографические. К примеру, некоторые фрагменты представления, синтез танца и пантомимы. Кроме того, привычные русские народные мистические персонажи предстанут перед зрителем в новом облике. Также Баба-Яга. Но Баба-Яга не такая, как сказочная какая-то, или как современная, какая-то ироничная Баба-Яга. Здесь действительно колдунья, которая идет... В русском народе довольно часто встречаются такие персонажи. И как сопровождение всей жизни людской. Эту ведьму можно назвать. Мы вот как-то попытались ее обыграть. Актеры ансамбля и их коллеги уверены, ничто так не сближает народы, как искусство. Поэтому в планах гастроли с постановкой по Западной Европе. Но первой удостоится честью увидеть премьеру крымчане. Это необыкновенный концерт. Это не то, что мы привыкли всегда видеть. Это литература в таком синтезе находится с музыкой, с инструментальной, с вокальной, с хоровой музыкой. Собственно, сотворенная Валерием Гаврилиным. На фольклорных мелодиях он построен полностью. Со всеми имитациями народных инструментов. Или ау-ау, то есть там и от матери что-то, и от... В общем, много интересного здесь соединено в этом произведении. Для того, чтобы зритель мог от и до пропитаться действом и почувствовать себя его частичкой, оно будет проходить без антракта. Выступление продлится почти полтора часа. Хоровую симфонию действия «Перезвон» и жители и гости столицы смогут увидеть 3 июня в Академическом музыкальном театре. Публику ожидает масштабное представление с участием симфонического хора, балета и солистов. Дмитрий Попов, Денис Тищенко. Время новостей.